Суд Париса Во время поездки в Италию В последней же отчетливо проявляется влияние Тициана С одной стороны, обращение Рубенса к этой теме позволило ему вступить в своеобразный художественный диалог с античными живописцами и художниками итальянского Ренессанса У которых она пользовалась большой популярностью И это в какой-то мере удовлетворяло его профессиональные абиции С другой стороны, это был прекрасный повод лишний раз поупражняться в изображении обнаженной женской натуры Субтитры создавал DimaTorzok Богиня Раздора Ирида В отместку за то, что ее не пригласили на свадьбу Пелея и Фетиды Подбросила гостям яблоко, на котором было написано «Прекраснейший» На яблоко оказалось три претендентки Изевс коварно предоставил право выбора Парису, сыну троянского царя Приама Какие только блага не сулили богине своему судье Гера обещала Парису землю и богатство Афина победы в войнах Афродита же обещала наградить его любовью той женщины, которую он выберет И в качестве примера привела красавицу Елену Дочь спартанского царя Менелая Субтитры создавал DimaTorzok Парис, конечно же, объявил победительницей Афродиту И после этого отправился в Спарту Похитил царевну и привез ее в Трою Так была развязана Троянская война Картина Рубенса «Суд Париса» представляет сцену суда И не дает даже намека на ужасные события, последующие за тем, как сын Приама вынесет свой вердикт И это замечательно Перед нами милая пасторальная сценка с Парисом и Меркурием в роли пастухов и прекрасными обнаженными богинями в образах пастушек Тем не менее, Рубенс не дает нам забыть о том, что на картине изображены мифологические персонажи Геру он изображает с ее верным спутником-павлином Афину с эгидой, щитом с изображением головы Гаргоны И шлемом А Афродиту в сопровождении Купидона Хотя его, похоже, мало интересует происходящее Субтитры подогнал «Симон» В последней версии Парис изображен в пастушеском наряде, пристально разглядывающем трех великолепных нагих женщин Которых он попросил снять одежды, чтобы ничто не мешало судить об их красоте Он любуется богинями, стоящими перед ним в разных ракурсах Меркурий держит яблоко, которое станет наградой победительницы Минерва, Афина, изображена совой, ее доспехи лежат рядом Венеру Афродиту сопровождает ее сын Купидон А Юнону, Геру, Павлин Круткий вид богинь и грациозные позы Не предвещают роковых последствий решения, которые должен принять Парис И которое привело к Троянской войне Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok